Всем привет! Я на канале Громгараж 35 И это очередной позже Едем мы с вами В транспортную компанию Надо отправить Съемники В комплект И забрать мотор Мы свали мотор на ремонт Сделаем ему Пяточку Чтобы сегодня позвонить Позвонить хозяину И Сказать Сказать Что мы видели Что надо отремонтировать Доставка смытищ Обошлась Обошлась 505 рублей Ну как у меня в документе было написано 505 рублей В принципе не дорого Ну мы это чемнотища Это у нас Московская область Ну подмосковья Как бы говорили В такой коробке 32 килограмма Сейчас машину поставим Блять Где ты нахуй Тяжелла блять Вот Короче Килограмма Наверное Ну полтора Наверное Полтора килограмма И в Магнитогорск Ну Допустим До Магнитогорска У нас До Москвы У нас Ну 600 километров До Магнитки От нас Наверное 1200 Может полторы тысячи километров Ну грубо говоря Две тысячи километров Ну не Допустим Доставка вышла 885 рублей Охуели Совсем Что Без мутюга Не скажешь Заедем в новый гараж Заберем болгарку Запустим технику Потому что Три недели Три недели Я был Можно сказать В отпуске Не было В городе Практически Пару дней было Остальные дни Всех был в деревне Технику не запускал Надо запустить Чтобы немножко поработал Чтобы Не ржавели У нас Подшипники На коленвалу То есть Чтобы мотор Был в смазочке Гоним туда Заберем болгарку Запустим Пять минут Покурим И Поедем В гараж Работать Сошел я Такой Думал Бля Думал Мотор запустить Чтобы поработал Летом Отсюда Короче Отсюда Завалил Прицеп Поставил И Все завалено Наберем Запускать Ничего Не буду Запускать Ничего Не буду Соберу Болгарку И поеду Поеду Поработать Сейчас Отправили Уже Комплект Съемник И Сейчас Еще Один Сделан Почтой Забираем Болгарку И погнали В Старую Мастерскую А здесь Здесь Ремонт Наверное Тоже Покажем Че Че Будем делать Початывать Початывать Пока Его Не буду Потому Что Надо Собрать Другой Мотор И Мотор ТТТТ С Петрозаводска Александра Фамилию Говорить Не буду Он Сам Поймет Так Ну и Давайте Давайте Сделаем Этому мотору Дефектовку Дефектовку То есть Он разобран Просто покажу Что к чему Что к чему И почему Ну а Это Мое Новое Приобретение Аппарат Купил Себе С Документиками Все Как Положено Ну Грубо Говоря Одна Лодка Гусеница Гусеница Ну Ничего Нет Ни Мотора Ничего Нет До Этой Фиксы Ладно Речь Сегодня Не Об Этому На Моторе Стояли Китайские Цилиндры Но Как я понимаю Этот мотор Он свежий Потому что Картер у него Универсальный Еще раз Объясню Что такое Универсальный Картер Да Потому что Люди спрашивают И все До сих пор Вроде бы Несколько раз Объяснял уже Что такое Универсальный Картер Что такое Двухканальный Обычный Картер Ну и Четырехканальный Так вот Отличие Вот этого Картера Он двухканальный По идее То есть У него Каналы Сделаны Под Двухканальную Продувку Но Вот эта Плоскость Ага Все понял Короче Этот Картер Тоже Он Как бы Вроде бы Универсальный У меня Такой Картер Уже Попадался Он Был Такой Картер Был У Тихона Саня Привет Тебе Если будешь Смотреть То есть Плоскость У его Как у Универсального Картера А канал А канал У его Как у Двухканалки То есть У универсального Обычно Вот так Вот это место Тоже Залито Блять Проблема Юпта Цилиндр Это я взял На его Эти Четырехканальные Вот это Да Ну ладно Разберемся Если что На Аргон Свезу Хуй с ним За свой счет Ничего страшного Раз Обещал Сделать Четырехканалку Значит Сделаем Четырехканалку Цилиндры Стояли Двухканальные Китайские То есть Этим Цилиндром Пиздец Они Настолько Выработаны Что здесь С них Взять Нечего Пробег На этих Цилиндрах Как сказал Хозяин Около 800 Тысяч Сейчас Копеечка И Им Уже все Они не задраны Они просто Выработаны То есть Если посмотреть Гильзу цилиндра То Она Изношена Все То есть На ней Вот Со сторон Получается Где Продулочные Окна Ну Это Выхлопное Окно То Впусное Окно Здесь Два Продулочных Окна Вот Эта Стенка Цилиндра Как Руку Сую Это Получается Вот С этих Сторон Двух С этой С этой Стороны Выработки Нету Потому Что Как бы Поршень По ним В принципе И не Работает Вот А С выхлопной Стороны И С впускной Стороны Самый Большой Износ С выхлопной Стороны Это 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 Получается Правый Цилиндр Правый Цилиндр Ну Даже Вот По следам Видно Что Он Что Он Как бы Уже Все Кончился То есть Сюда Слаешь Новые Кольца И В кольцах Получается Зазор 0,7 Миллиметра Ну Почти Миллиметр Это Уже Никуда Не годится То есть Хозяин Попросил Новый Цилиндр Ну Поставим Новый Цилиндр Это Дерьмо В Помойку У меня Еще Есть Комплект Два Комплекта Китайских Цилиндров И Я Вам Как Я Обещал Сниму Видео Как Отличить Китайский Цилиндр И От Оригинального И По Поршням Сделаю Такую Серию Сделаю Такую Серию Покажу Вам Так Дальше Карбюратор По-моему По-моему Не просил Ну На Посмотреть Что там У нас По По Списку По Списку Работ Карбюратор Уродянова Вариат Арстику Его Стоял Уже Он Сам Ставил Бензонсос Помню Точно Тайговский На Поставить Так Смотрим Во Первых На На Моторе Стояли Вот Такие Стопорные Кольца Одно Кольцо У меня Ульти Его В подвал Я Даже Искать Его Не Буду Это Говнище Парни Такие Кольца Не Ставьте Они Во-первых Во-первых Очень Тонкие Так Как бы Вам Показать Показать Объяснить По-моему У меня Здесь Есть Колечко Нету Здесь Колечко Колечко Ладно Искать Не Буду Но Если Посмотреть На Заводские Кольца Которые Нормальные А не Кольца Куречка Вот как Это Вот эти Кольца Удобные Только Чем Что Их Можно Взять Вот так Пассатижами То есть За два Усика Вот так За два Усика Берешь И Сжимаешь Но В процессе Работы Поршневым Пальцем То есть Поршневым Пальцем Особенно Вот такие Которые Пальцы Без Фаски Китайские Пальцы Оба Оба Такие Пальца То есть На них Не Снята Фаска Нету Фаски Их Просто Напросто То есть Палец Начинает Вот так Вот Как бы Упираться В Стопорное Кольцо Ну вот так Да И За счет Вот этих Усиков За счет Этих Усиков Палец Может Просто Напросто Ну то есть Палец В поршне Прослабнет В определенный Момент Пробега И Поршень Начнет Гулять Палец Прослабнет И просто Напросто Пальцем Вытолкнет Вот это Кольцо Может Быть Такое Что Кольцо Не Вытолкнет Но По-моему Был у меня Такой Мотор Один Или там Вытолкнул Я уже Не помню Или там Вытолкнуло Короче Кольцо Вот такое Вытолкнуло Кольцо Или там Просто Напросто Перетерло Перетерло И вот этот Лусик Потом Попал Под Поршень Ну и Задрало Там Зацепило Кольца Кольца Вырвало На Нормально Там Ущерба Было Нормально Цилиндра Не сильно Подрало Но Поршень Там Из Корячего Полностью Поршни Левый поршень С отверстием Стоял Наоборот Вот так Вот К выхлопному Окну То есть Вот у нас Левый цилиндр Должен поршень Стоять Вот так Должен поршень Так То есть Выхлоп Отверстие Нижнее Поршневое кольцо Стопор Кольца Вот он Он должен Смотреть на выхлоп Поршень Стоял Вот так И Гозяин сказал Я ездил Все нормально Но В таком Варианте В таком Варианте Установки Верхнее Поршневое кольцо Вот оно Вот у него Замок Вот в этом месте Оно находится Как раз В выхлопном окне И при Нормальной Если мотору Нагреть Просто кольцо Как бы Сжимается И потом Выпирает В В В Выхлопное окно И просто-напросто Подрывает Башку поршню Вот Поршни Я не знаю Чьи это поршни Но это Новодел Это не заводские поршни Это новодел Новодел Но Не знаю Чьи И они Как бы Свежие То есть Видно что Видно что Поршни свежие Поставлены Так Посмотрите То есть Мотор у нас Универсальный Коленвал на моторе Нового образца И коленвал Идеальный Что произошло С этим мотором До того Как на него поставили Китайские цилиндры И китайские Ну и вот эти поршни Да С пальцами Просто-напросто На обоих цилиндрах Видно Видно Что на обоих цилиндрах Разваливался Сепаратор То есть Иголки вываливались Вот И уже и на этих поршнях Иголки вываливались То есть Раза два То есть Сначала Может на одном цилиндре Развалился сепаратор Разодрало цилиндры Потом на втором И в итоге На этот мотор Поставили Китайские цилиндры Поршни Самые дешевые По 650 рублей Поршни стоят Пальцы тоже самое Сепараторы Сепараторы вообще разные Это темненький Этот светленький То есть Вот такие Вот такие Сепараторы Сальники Ярти стояли Уже все треснули Засохли Один Ярти А второй И второй Ярти И один сальник Со стороны Зажигания Был выдавлен Это до кощи дубов Так И Смотрите Вот Я не знаю Почему так делают люди Видите да Как Сделано Как Отверстие То есть Под шпильку Ну Стягивает в головку Одно Второе Такое же Тут вот Хорошее Тут такое же Тут такое же Тут такое Тут такое И вот это Более менее нормально И шайба Все это происходит Вот из-за этого Вот видите Как бы Вот шайбы Вот эти шайбы Они уже протянутся Наверное раз Ну я не знаю Ну тут их натянуть Ну раза четыре Закручивать Чтобы вот такие шайбы Получились Адекватная шайба Да Которая не курильщика То есть Вот еще одна Вот еще одна То есть Нормальная шайба Она вот такая Вот она ровненько Но это Шайба не с головки А Ну с другого места Да На головке Должны шайбочки Быть толстые То есть Чтобы не мяло Чтобы не мяло Вот нахуя Если вы собираете мотор То есть Разобрали мотор И видите Что у вас уже Шайбочка Начала подгибаться То есть Ну примерно верно Покажу как Что же хуёво Ну она вот Вот например Вот такая вот Она начала Выгибаться Видите В дугу То хотя бы Вы ее Вот так Возьмите Раз Молотком Вот так Выровняйте Все И можете Закручивать И потом Вот не будет Таких конфузов Что Вот здесь Шайба не лежит То есть Смысла нету Вот здесь Шайбу тянуть Не зря Вот здесь Выломано Три ребра Это отломал Не я А предыдущий хозяин При разборке Этого мотора Потому что Оно было Вот так затянуто Так затянуто Тут плюс Еще гровер Был вот так Раз И это все Закусило На шпильке картера На шпильке картера Закусило И чтобы это выковырить Тут ковырялись Вот так Вот отверткой Ковыряли 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 Раз Два Три Три ребра Выломали Чтобы эту Просто напросто Шайбу с драйвером Вытащить Изтуда Поэтому Это тоже Свезу сделаю Ничего страшного Как бы тут В этом нету Но Почему надо делать Потому что Будешь тянуть И головка Может лопнуть У меня есть Есть по-моему Головка Головка Которая уже Лопнула Тут тоже Точно такая же История Но они сейчас В пыли Уже не видно Или я их Выкинул Я скорее всего Наверное Выкинул То есть Эти Наверное Две Более-менее Хорошие Оставлены У меня Головки Чтобы Можно было Куда-то Их Приспособить А те Головки Я наверное В металлолом Прошлый раз Уже сдал Вот Поэтому Как бы Вот такие Мелочи А потом Могут быть Ну просто Напросто Будете тянуть И башка Как бы Вы затянете Все нормально Но при нагреве Башка расширяется И она просто-напросто Лопнет Лопнет И все Хорошо что лопнет Если в камеру сгорания Эта трещина не зайдет А если в камеру сгорания Будет подсекать И пиздец Будете менять головки Вот Как-то вот так Ну все по этому мотору То есть Сюда у нас пойдут Новые поршни Новые цилиндры Головки эти оставим Все прокладки новые Все прокладки новые Вот эти стопора новые Будут пальцы Сепаратор Итак Ребятки Новый день И вчера Я закончила память И поэтому не доснимал Мысль свою не выразил До конца Такой картер Мне попадается Уже второй раз У его не хватает Плоскости для цилиндра То есть Вроде бы Вот с этой стороны Прилив хороший сделан И с этой стороны Хороший прилив Но вот Вот в этих углах Со стороны впуска То есть Вот впуск У нас сюда Карбюратор прикручивается Перекрытие идет На обоих цилиндрах Ну в районе Двух миллиметров Вот я маркером Ответил Отметил Вот с этой стороны Идет перекрытие И вот второй цилиндр Тут идет перекрытие Тут еще меньше И придется Сейчас везу Парням на аргон То есть Наварят Наплавят Ну нужно наплавить Вот так вот И с этой стороны Так же Картера Вот такой именно Картер Мне попадается Второй раз При ремонте моторов Я имею ввиду Берем все И поехали К токарю К токарю Каргонщику Отдадим Заварим И уже вернемся Обратно в гараж И будем собирать Потихонечку Вот наш картер И готов Все заварили Едем Едем Отдадим На фрезеровочку Оперативненько Все за день сделали Вот так Наваряно Аргоном Было С двух сторон То есть С этой И с этой стороны Ну и отфрезерован Все угроми Негладенько Сняли Сняли Полдесятки Ну пять соток Сняли Нормально Ничего страшного В этом нету И как говорил Головки Поправили Фрезой Поправили Посадочные места На этой И на этой головке И так Готовченко У нас картер Все запилили Подогнали Под цилиндры То есть Сейчас покажу Как он выглядел Как он выглядел И сразу давайте Я вам покажу Что такое Двухканальные Картера Четырехканальные Картера Сейчас нормально Выпало Ну-ка С вами Одинся Немножко Прибрались Разгребли Разгребли Так Вот смотрите Ребята У нас есть Четыре Картера Да Ну-ка Поставь Эту нижнюю полонку Ну ставь Так И вот Реально Реально Вот так У нас есть Три картера То есть Это двухканальный У него Витя Как я и в предыдущих Видео говорил Что его плоскость Сходится как бы На конус То есть Это сто процентов У кого такие картера Это 28-сильный мотор Двухканальная Система продувки Дальше у нас идет Универсальный картер И еще один Универсальный картер То есть По приливу Они видите как Отличаются То есть У них приливы Большие Сделаны Плоскости Но Оказывается Я тоже с этим С этим Столкнулся Не знал этого даже Универсальных Картеров Есть Три Есть три вида Вот такой Первый У нас идет То есть У него было Это я уже сам наварил У него было Каналы были Точно такие же То есть Копия Как на Обычном Двухканальном Картере То есть Он универсальный Вроде бы Но И не универсальный То есть Цилиндры сюда не вставали Пришлось на него наваривать Такой картер Именно в ремонте Моторов То есть В переделке На Четырехканальный Цилиндр Мне Как я и говорил Встречался Второй раз Вот этот картер И был мотор У Тихона Точно такой же То есть Наем не хватает Вот этого приливчика Который я здесь наварил Потом есть Картер Универсальный Но уже Видите Окна сделаны Под четырехканальную Систему продувки То есть Окна широкие Они как здесь Узкие Да Но это уже распилено И есть Точно такие же Картера С таким же приливом Но Он будет Его внешняя плоскость Будет Вот точно такая же Как на четырехканалке Но внутреннее окошко Будет как у двухканального То есть Маленькое Вот как здесь было Но плоскость будет Как у четырехканального То есть Получается Универсальных Картеров Есть три вида На два вида Встанут четырехканальные Цилиндры Без переделок Только что На один Встанут Они вообще идеально Вот как на этот На второй Они встанут Там будут ступеньки По сантиметру Как бы Можно запилить Можно не запиливать У половины У половины Владельцев Буранов Таких именно Картеров Они так ездят То есть Там с завода Так было сделано По крепежу То есть Универсальная Картера Да О бля Час Не уронил Так Универсальный Картер И двухканальный Картер Они различаются То есть Смотрите Универсального Картера Есть Три крепления Для основания Магдина То есть Вот так Вот так И наискосок И тут точно так же Наискосок Так И так А у этого Вот на эти Не обращайте внимания Это уже Аргоном сюда Доваривали Не знаю зачем Их Их не сюда Наварить А вот сюда Вот Ну как на этом делать То есть Их вот здесь Наварить Вот У обычных Двухканалки Есть только крепления Вот эти И вот эти Все И поэтому Как бы приходится Вот на таких именно Картерах Подпиливать основание Чтобы оно Могло больше повернуться В раннюю сторону Все Вот как бы различия Картер заводской Уже Который нового образца Он идет Вот с такими каналами С большими окнами Но у него Вот С этой стороны С этой стороны Сейчас даже маркером На этом нарисую У него Вот так вот Картер вот такой Оф Оф И с этой стороны Так же Вот так вот То есть Вот этой части У него нету Ну Так скажем Сэкономили металл И сделали Меньшую плоскость Самое хорошее Самое Крепкие картера Это вот эти Универсальные Этот и этот Несмотря на то Что здесь Было бы не поставить Четырехканальный цилиндр Но Можно его свести На аргон А потом на фрезеровку И он Идеальный картер То есть У него самое мощное Основание Для подшипника Вариатора И их меньше всего Разбивают На этих картерах Самое Самое Слабое То есть Тут тела мало И Часто бывает Что такое Что вот эту плоскость Разбивают На новых картерах Которые уже Вот как объяснил То есть У которых вот этого места нету Ну там в принципе Более-менее нормально Еще сделано Но самые крепкие Вот эти картера Оба Все Мы подготовились К сборке Запилили окна Делали резьбу Под штуцер Бензонасоса Вот у вас здесь Стоял Насос вот такой Выкручиваете Из него штуцер Вот этот Который идет на На забор из бака По-моему идет И просто нарезаете резьбу И вкручиваете ее сюда Но это делать надо Парни На разобранном моторе То есть На собранном моторе Ну как бы Нежелательно Резать резьбу Потому что с ружья Мотор попадет Вот Как-то вот так И все У вас готовый штуцер То есть У вас был старый насос Из него берете штуцер Вкручиваете в картер Все И устанавливаете Тайговский насос То есть на шланге уже Ничего сложного нет Вот все спрашивают Где взять штуцера Где взять штуцера У вас есть бензонасос Он Он остается у вас целый Если что Вы можете Если вы уж так Не доверяете Тайговскому насосу Можете его возить с собой Потом Если у вас Тайговский насос Ломался Вы вернули с картера Вкрутили сюда штуцер И поставили Обратно Штатный насос На место Все Но Поверьте Поверьте на слово Тайговские бензонасосы Не ломаются Прикупили дощечки 25 на 100 100 Торчит полтора метра Ничего страшного По другому никак Все Едем в гараж То есть Эта дощечка у нас Будет компенсационно То есть у нас 75 угол И Брус на пол Взят 150 Поэтому на 25 Миллиметров Компенсировать Вот как-то вот так Все Гоним Сейчас как-нибудь Будем прорываться По городу Начало работы Маленький перекурчик Обстановка вот такая Это Тент Телегина Сверху лежит По Вот так Досечку По потолоку Да По потолоку Ну и вот Которую я доску вез Эту 25 Вот она вот так будет Ее нужно Получаться Вот она Поставлена Сюда Досочка Это получается Здесь уже Предыдущий хозяин Делал Ну как бы Начал делать Типа второй этаж Но ничего не доделал То есть он Он взял 75 угол В принципе правильно 75 он Покрекче Будет 50 Да И полы меньше Будет гулять Но Получилось так Что Доску мы взяли 50 И Получается Если ты Ложишь Просто так На угол На 75 То у нас Уголка Торчит Ну 20 20 мм Может где-то 15 Будет торчать То есть Все равно Доски неровные Опачки Уголок почти установили Изначально Хотели Привариться К воротам Но Получается Оно тут Литье То есть Цельный монолит И вот в этом месте А в этом месте Короче Мешат Бетон Давай Давай Мы нас верлили В уголке Дырок Через каждые Треть сантиметров Ну что Положили мы Как сам Только что-то сказал Начало Положили То есть Уголок Прикрутили И начали пол Настевать Помаленьку Почему Сейчас Ну то есть Вот у нас Будет второй этаж Пол И До потолка В самом высоком месте Вот я ровно стою У меня метр 72 Наверное я ростом Мет 72 Давно Не замерял То есть я вот только Как бы Короче В преподательстве А? Какая Сами повыше А вот там Получается Вот так Я встаю То есть Рука согнута 15 Ну плюсом Еще будет То есть Потолок Пенопласт Приклеится Наверное Нему Тридцатка Ну и Подшип Будет Может Не знаю Чем Плитка Хотели Домашний Домашнюю Атмосферу Здесь сделать Ну и на пол Соответственно Миллиметров Десять Какая Фонара Прикрутится И так Закончили Мы сегодня Работать Застелили Только здесь Оставили Проем Потому что Будет у нас Здесь Лестница Стоять И Получилось Так Что Видно Да Видно Жиденько А все Да потому Что 2,7 Татуха Волка Здесь Да Ну они Славены Между собой Это слабо А здесь Еще Еще Хуже Здесь Короче Одна То есть Он 75 Верхняя Полка 75 А нижняя Она 50 Обрезана Не знаю Зачем Это сделано Но это Дело Предыдущий Хозяин То есть Перекрытие Как бы Было И все И все Ходит В ходу А так Получится так Что туда Если зайдет 10 человек Вина Попить Пол Когда Сложится Стопи Чем По 5 Уже Примут Всем Танцы Панцы Это Будет Шикарно Сложится Пол И Поэтому Надо Что-то Думать То есть Так Просто Если Например Так Скажем Не Использовать Второй Этаж Там Ничего Не Делать Как Склад Был При Колеса Хранить Всяких Бытовух То есть Как Например У людей Гаражи Из Дома Привозить Строим Материалы Маленько Из Дома Жена Кресло Выделила Банки Склянки Тогда Можно Не Париться То есть 75 уголок Правильно Ничего страшного Что пол Гулят Тебе Это Не критично А тут Получается Не очень И еще На будущее Надо же Думать Немножко На будущее Не все Сразу Сделается Но Все равно Повесится Когда-нибудь Сюда Лебедка Лебедка И Лебедка Будет Ездить Да Ну А К примеру Там Поднять Снегоход Тот же За жопу Или за морду Этой Лебедкой Ну Сколько Если за морду Поднимать Это Килограмм 150 150 200 Килограмм Был нагрузки Так он От одного Снегохода Провалится Если Ничего Не сделаешь Поэтому Надо Думать И делать Сразу Потом Это Будет Все Сложнее Делать Потому Что Все Зашьется Обошьется Прикрутится И Приемки И На Третьей Нашли Ну Сейчас Покажу Там Уже Сниму Что Нашли Сейчас На Уазике На Хаммере Едем Ехать Телеги Нету Поэтому Повезем На Крыше Наверное Увезем Не Потеряем Дороги Ну Вот Такие Два Швеллера Саня Вяжет Фоточку Сделать Все Едем В гараж Ну Что Все Прикупили Вышло 120 120 Килл И По 20 Рублей Где-то У нас Получается По 20 Рублей 2400 А А А Понял Швапал Не Работа Дай Ваш Сотруды Достаня 120 Килл Уголков много то есть швеллер где новый швеллер 12 он идет до маркировка сколько 120 120 это даже на на больше до побольше ну получается вот 120 если швеллер да он весит 10 10 10 килограмм 400 грамм метров мы купили 4 получается ну может тут 4 там с копеечкой небольшой две штуки по 4 метра то есть 8 метров до новый новый он стоит 120 500 560 или 570 рублей метров 4 метра то у нас выходит 244 с лишним тысяч такой математик вот около 5000 у нас вышло 2 400 за 2 там как бы много ведь и вот я покажу и 150 ну выгодно нормально кто парни живет в городах таких покрупнее да например там дачи строить или что-то эти же как мы мастерскую делаем да то есть блин глад выгоднее съездить на металлолом прокатиться да на металлоприемки поискать то есть не спешить новое брать в принципе он нормально он ровненький это было ну парапет мостик был для пешеходов потому что сетка сделана нормально ровненько все газом вырезал газорезка вырезала сейчас ну немножко болгарка на трубку ему дали до 500 рублей за то что вырезанным два куска от освободил от этого даже 5 языков и загрузить дакон у нас вышло все на три тысячи рублей нормально установили швеллер 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 ответственно сначала его подготовили вот такой кусок оказался лишним полметра и вот столько еще с него спелилась металлолома получилась длина 367 сейчас будем прихватывать то есть подставили вот так на доске и уже потом ну с той стороны сейчас прихватим а потом будем давить домкратом то есть от пола через доску и домкратом просто поддаем туда будет вообще шикардосик все заинсталлировали приварили блин снимать некогда парни все вдвоем делом поэтому как бы так бы можно там перебил очки поснимать неохота то есть на шовчики где-то примерно по 7 сантиметров и через 20 и в шахматном порядке на приваривали все идеально сейчас уже саня вставал пошевелил практически нет ухождения ну то есть получилось швеллер две полки да у нас и там 275 уголка еще как бы две полки то есть четыре полки уже вот тут уже сила есть а вот в этом силу нет тут все гулят ходуном ну что следующий день установили 2 швеллер кое-как с третьей попытки короче минус 0 две лампы по руке ударила два раза падал короче сами прихватывают и в итоге блин нас свечу сейчас перейду ну и туда что учился зазор а там ровно загнули пока тут роняли и она закончили на сегодня работу ничего не снимал уже четвертый день с утра до вечера что получается первое две балки первые две балки два швеллера плюс 75 уголки 2 штуки 3 балка получается 72 75 уголка и следующая балка то же самое вот это последний тоже 275 вот и сделали мы вот такую штуку то есть стойку и приварили прямо к уголку то есть здесь вообще мертво получилось у нас здесь мертво где вот эти то есть швеллера в виде тут ну не буду пиздеть когда ходит она но ход вообще минимальный просто мизерно нормально будет поставиться то есть здесь у нас будет комната комната будет ну так диванчики креститься вина попить когда-нибудь отдохнуть от работы да вот и чтобы стакана не проливались из этого и дела вы соответственно когда встанет уже там стол диванчики все при нагрузится она уже как бы еще меньше подключаться вот так то есть одно сделали уже сегодня не успевать и есть доделаем завтра то есть поставим сюда еще одну стойку так уж и вообще будет мертва а тут ну тут соответственно вот лестница то на этом будем заканчивать серию оценивайте делитесь с друзьями подписывайтесь на канал подписывайтесь на нашу группу вконтакте ссылочка будет в описании все всем удачи парни всем пока